львы дорогие здравствуйте рада видеть тех кто снова пришел ко мне на канал кто со мной уже давно и тех кто здесь впервые мы сейчас с вами будем делать наш классический таро прогноз на неделю из трех карт и посмотрим что ждет людей под знаком зодиака лев с 23 по 29 ноября прогноз для львов да что ж такое вот уже почти у всех кроме одного знака кроме близнецов выпадает два старших аркана из трех какие-то просто не за глобальные перемены у всех ну давайте разбираться значит что может означать эта комбинация эта комбинация может значит очень много чего давайте по порядку значит первая карта говорит о том что у вас будет достаточно очень много дел на этой неделе планируйте не планируйте вы все равно вас засыпят задачами и вам будет достаточно тяжело с ними справляться но вы с ними справитесь кроме того карта может говорит о том что кому вам вы можете стоять на пороге какого-то выбора серьезного в жизни и карты вам рекомендуют этот выбор делать именно и от того какой вы выбор сделаете будет зависеть ваша дальнейшая судьба то есть многие из вас могут оказаться сейчас реально на развилке на судьбоносной развилке вот ну то есть как бы знаете как и в таком случае говорю что не принимать никакого решения это тоже выбор либо взять на себя ответственность и сделать выбор и о нем не сожалеть это тоже сделать выбор а потом сомневаться это тоже выбор но это самый наверное энергозатратный да зачем нам нужно карта колесница карта на месте совета она говорит о том что лучше всего если вы возьмете ситуацию в свои руки и возьмете ответственность на себя и все таки сами примите решение и сожалеть о нем не будете и тут опускать на самотек нежелательно лучше брать на себя ответственность и не жалеть об этом это карта двойственности она говорит о том что вы можете быть подвержены сменам настроений сомнениям принять вы принять решение а потом думать так или не так я сделал вы можете это здесь делать по этой карте но лучше этого не совершать а также карта говорит о том что у кого кому-то придется поехать куда-то в какую-то командировку или это это не путешествие отдыхать да это скорее вот по работе ну и конечно не в магазин из дома да а именно ну совершить какую-то поездку куда-то вы совершите и вы совершите по именно либо это у вас ситуация на повестке дня вот сейчас нужно решить то либо это на перспективу то есть например вы планируете открыть свой ресторан вы поедете конкурентом смотреть на в другу город например какое там что или например вы уже у вас есть какой-то бизнес и вы хотите открыть какие-то филиалы и вы можете поехать посмотреть место по выбирать да либо наоборот вы там покупаете чью-то франшизу и вы едете там на обучение вот в головной этот офис до чтобы их опыт перенять себе ну то есть как бы дела могут быть такого характера если у вас но не настолько глобально с перемещениями по городам вы можете ехать на какую-то именно встречу серьезную с человеком авторитетным в вашей сфере либо с человеком который станет возможно вашим сотрудником это может быть даже в рамках вашего города но это именно встреча не не с родителями да а хотя по этой карте может быть речь с родителями но это ну как бы не с обыденными людьми а с каким-то ну человеком особенным не с тем с которым вы обычно видитесь вот поэтому карта рекомендует это делать искать если вам это нужно делайте это финальная карта император да говорит о человеке который человеке и а ситуации да когда все находится под вашим контролем когда у вас есть власть то есть это может быть поездка к человеку который авторитет в той области в которой вы хотите развиваться или в которой вы который вы идете либо это человек которому ну вы доверяете и это может быть знаете это может быть и отец и начальник ваш непосредственный и просто там учитель у которого вы хотели учиться например и почему-то не сильно кулинарные мысли в голову приходит например вы хотите ну там привести какое-то блюдо в свой город и вы едете к основателю там до человеку который изобрел это блюдо и за деньги он вам передает этот рецепт свой и вы у него учитесь да или например вы хотите стать на том коучем каким-то данного хотите учиться там именно у кого-то у тони роббинсон например там да араторскому искусству ли ну чему-то еще ну что-то вот такое что-то такое это могут быть кстати и дистанционные курсы потому что карта колесниц она говорит расстояние ну то есть вы можете также через интернет учиться у кого-то вот о чем вы давно мечтали и сейчас вы это получаете на этой неделе это может быть начало чего-то да или даже завершение важно какой это этап но это то что ты на сегодняшний день для вас важно карта говорит о успехах ведь мы начинали с того что дел будет много как я даже выразилась завались то есть задач будет очень много и возможно вам будет казаться что это ношу не посильная но финальная карта говорит о том что все в итоге получится удачно поэтому вы можете себе планировать вот эти все любые цели планы задачи ставить себе все у вас получится карта говорит об успехе об идеальном исходе о том что вы получите максимальные бонусы которые вы получите ну что-то вы получите прямо сейчас а что-то вы будете получать еще ну на протяжении какого-то времени и возможно самый основной ваш куш вы сорвете спустя время еще какое-то да потому что как раз колесница поехала механизм закрутился выставив стали как шестеренка в механизм в какой-то и он начинает свою работу и когда он совершит полный цикл вы тогда получите основные плоды вот об этом говорят вам карты на этой неделе поэтому ставьте себе самые высокие самые амбициозные задачи не бойтесь взаимодействовать с людьми которые круче старше выше и может быть даже казалось несколько лет назад вам казалось что не дотянуться до этого человека вам рукой сегодня дотянуться сегодня вы это уже можете не оглядывайтесь назад идите вперед не бойтесь совершайте активные действия берите инициативу в свои руки берите на себя ответственность и четкими уверенными шагами идите к своей цели сейчас пришло время для этого а я благодарю вас за внимание и до встречи через неделю